любой из вас может стать волшебником вот это я вам показал да показал смотрите вот это моя фаина прекрасный снимок это шедевр это лучше только из-за одного этого ветки зато это дерево стоило жизнь прожить и заработать государственную премию только вот забывают вручить только из-за этого потому что это самоделка у нее три родителя вот когда мичурин ввел термин насыщение ментора а я не знал что я иду его путем а это есть насыщение ментора три родителя ну подробнее не буду заскучаете смотрите сюда прошло время смотрите вот между вот этим этим симком 12 лет это первый урожай это последний урожай похоже ничего общего это одно еще маточное дерево а я еще показывал здесь фотографии перенесенные с помощью черенков одно красное одно оранжевое короче вообще не похоже да еще и измельчали то есть сохранить не удалось почему здесь хотя бы крупность сохранил а дело в чем друзья мне вот я сейчас буду жаловаться на латинкова на свою друга ну достал он считает что я теряю годы и что я обязан теперь вот это все сохранить он прав видите даже это маточное дерево и то изменилось само по себе маточное дерево да а теперь смотрим сюда значит у меня проблем разброс курдюма у нас это самое даже написал фраза которая тоже когда-то войдет в эти в хрестоматию знаете какую фразу написал железов отменил понятие сорта ну действительно вы же видите если это назвать сорт военный то это что а тем более берем черенки получаем совсем другое вот я подвожу по очень важной мысли это мой конек извините потом еще будет много советов важная мысль значит привиты там на мажорца изменились да я показываю я не готов специальную тему которая называется селекционное клонирование но вы видели не раз эти фотографии красиво разное я угощался винить это самое ну главное качество они потеряли почему я к чему клоню вот эти плоды жрали осы пчелы и бабочки тучи вот единственное дерево единственный урожай когда они были медовые вот запах меда стоял вокруг дерева а потом оно стало незаурядным разве это можно назвать заурядным это элита но все-таки уже нет пчел нет смотрите мне латинков говорит прививай на культурные прививай на культурные сохрани качество а у меня привиты на маньчжурцы вот и разброс вот и слова курдюмова что железо отменил понятие сорта действительно меняется и существует вегативная гиберизация помните иркутск региональная конференция директора этого самого иркутского как он назвал иркутского ботанического сада вопросы зала вегативной гиберизации по железу существует ответ научное сообщество это не поддерживает ну значит это никому не надо и теперь латинков меня достал уже я жалуюсь на него константинович давай прививай на культурные тогда я понял так что мне надо тогда вырастить культурные подвои а если они замерзнут а жизнь на исходе я выбрал средний вариант вот культурное дерево на нем 100 граммовые плоды это позднее это есть позднее этого самого филиппио да ну не 100 они бывают от урожая 70 8 60 90 до 100 вот маленький урожай могут и за 100 быть и я тогда схитрил пусть оно привито на манджурца а я приваю третий этаж фаину выбрал королевского академика выбрал самую свою элиту привил культурный на культурный человек хочу добиться еще более крупных плодов вот так вот посмотрим а долго ждать все да еще даже этот петр великий это у которого плоды вот видите должны быть но я про него рассказывал вот вот это черный принц он на своей родине в херсонской области в четыре раза крупней а у меня измельчал на китайке вот так вот чё бы должен был делать то время вышло лет бы на десять раньше бы кто-то бы меня долбил в один комбо или на двадцать бы раньше константин говорит давай хотя бы третий этаж соорудить я звоню на украину горбузу с там это самое двоюродному брату моего артемки я говорю ну чё это это самое они говорят мелкие 30 грамм как 30 100 граммов и должны быть и черные а он пожил на этом на китайке вот результат а вегативной губернации не существует вот так вот ну вот пожалуйста видите петр великий вот это будущее видите веточка третий этаж откуда она взялась когда-то ко мне приехал боднар я ему нарезал сказал это петр великий это с украины это супер сорт плоды у него не влазят не все а самые крупные не влазят в стандартную банку литровую трехлитровую горло помните да ну и чё он вырастил у меня на манджурцев три раза умельчились хоть стреляйся сколько лет они у меня уже всю душу съели это моя единственная неудача приезжаю к нему в гости снимаю фильм про него там хожу с камерой там ля 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 интервью беру вот у меня три сорта абрикосов я говорю какие он говорит бля это такой такой петр великий как петр великий так он живой живой а плоды а вот говорит видели да ну вот это потом нет некогда некогда потом кто-то из ребят поехал к нему завези мне черенок попроси вот этот черенок вот он дал пока побег будут ли плоды ну вот они светочной почки однолетний прирост то есть пока он однолетний второй год пошел даст это если в морозом не убьет может быть все таки это 3 этаж получился вот разве не интересно то что я расскажу я хочу чтобы таких было тысячи нас и наконец одна задумка вот эта вот все полно даем мое помните я рассказывал о чем вокруг гибнут деревья тысячами уже заканчивает гибнуть я рассказывал что я точно знаю что я различаю что такое грибковое заболевание когда я снимал фильм у него там 200 тысяч просмотров про черный рак да это была ошибка это я очень да не ошибка я черным раком я нагнетал обстановку ученые не едут никому во все это три уже четыре иркутского это самое краснодарский край хакасия кемеровская дальше не знаю ну вроде бы уже и башкирия это европа уже появилась эта зараза бактериальная болезнь а почему я спутал черным раком и вот ну я не только не специалисты там анализы это все просто раз уж погибло дерево он начинает жрать грибы естественно это вопрос кто первый а они так скоротечно гибли и даже даже саженцы я на рынке видел такие саженцы еще на рынок привезли им 1-2 года они уже дохнут я говорю вы чё продаете то и чё кто у нас пытался ими торговать вы чё с ума сошли вы людям продаете рак разносите я тогда называл раком сейчас я точно знаю это бактериальная болезнь она окружила меня со всех сторон вот тот участок который я его называю участок номер 2 у меня их 3 вот он окружился со всех сторон ничем и некому заразу занести а я его обканал я рассказывал что я готовился к этому и продавал ему черенки мне нужно было много денег вот так изувечивал и тогда у меня родилась мысль я вот я выскажу и уже ради эту свою жизнь а груши то не болеют а это бактериальная болезнь что-то вроде коронавируса от природы от деревянного яблочного именно яблони больше никто как могло случиться что именно яблони они за несколько лет а у нас мы уже были это была моя гордость когда у меня еще сад не сожгли мы хорошо сожгли он бы сейчас бы все равно мог погибли от этого же самого от этой неизвестной болезни вот ну я-то грузовиками отправлял это ну приезжали из Иркутской области с Тубовой с Кемеровской с Северного края приезжали помню Зелезногорска и они это всего один год у меня такой был обильный жирный год потом пожар а я к чему это говорю мы были поставщиками яблок по Сибири да каких яблок и вот у меня есть несколько пример груши живут на яблони на дикой не живут на культурной живут культурные яблони это тоже важный может не для новичков но для вас для элиты важный момент они когда сидят на сибирках а у нас практически все сады на сибирках или на ранетках так интересно что в сибирке он не трогает вот верх сожрет это неизвестная болезнь все что выше при вирке а сибирки не трогает а культурные все неважно откуда они хоть с Канаду хоть откуда потому что к нам в Сибирь навезли чего только не навезли что-то приживало или как вот допустим Сергей он выписал тогда саженцы из Крыма среди них был розмарин единственную веточку это целая посылка несколько тысяч выбросили ради одной веточки прижила сейчас уже несколько черенков на продажу пусть не плодоносила а почему я не должен рисковать ну что же там будут не дички а что будет правда розмарин а может не правда розмарин но с Крыма то я к чему говорю я решил после после такого отдано выступления и на десятки яблонь сделал прививки самых лучших сортов груш что я добиваюсь во первых вот он пример приживается это моя фотография с моего сада вот и приживается приживается ну я делал сады какая то тогда ну лепил да и лепил я сперва делал а потом думал а если бы начали думать то и сада бы не было и вот значит у груш вы уже догадались вы или то у груш к этой болезни есть иммунитет груш имеют иммунитет веточку груши приживаем к яблоню а яблони я искалечил а деньги были нужны и теперь у них ослаблен иммунитет за счет того что они искалечены с них веточки срезаны поскольку с каждой 3-4 клетки я срезал по 5 по 10 по 15 веток зато внедрил груши в общем где-то у меня тут был общий план не помню или я его не сделал а вот видите вот таким образом поняли значит если сад останется жив значит прививка груши которая обладает иммунитетом к этой болезни окажется открытием с чем я себя и поздравляю если сад погибнет значит есть вещи есть такое слово непреодолимая сила форс-мажор а как позади еще 10 поездок и еще операции тяжело помельче не ну реклама мне понравилась реклама безболезненно четвертая операция в моей жизни у тех под общим наркозом еще понятно там ходят ну все ладно посмешил вас надеюсь я к тому что а тем двум дамам выражаю огромную благодарность вернуть деньги не удалось зато кто выслал им посылки с избытком догадайтесь чем сами так огромная благодарность я это называю исчезающий подвид хомо сапиенса человек благородный это про нас с вами вот так про это я рассказал итак иммунитет пойдем дальше вот это вот вопрос остался ну вы понимаете что несколько да не проходит месяц чтобы хоть кто-то их обязательно спросил что вырастет с вашей косы вот это Боднера Бориса наша волшебника садоват номер один всей Сибири и окрестностей заметьте Боднер не я мне до него как до неба потому что я ну кто я такой плотник я беру нож и начинаю ну сами понимаете строгать вот а он волшебник понимаете что все это без ножа поэтому я его ставлю выше то есть это все из косточек здесь уже мало абрикосов это последнее потому что это уже осень как бы он умудрился черешни позднее вырастить и даже абрикосы но это уже осень вот и все это из слива и черешни все это из косточек в магазинах но эти магазины косточки были из ясно откуда ну откуда довезли Кавказ Средняя Азия Болгария все от привиты они там были не привиты а если даже и привиты то прививки не такие супер моростойкие дикие как наши и получил культурные а то что у меня на дичках но они давно не дички я уже говорил абрикосы стали полукультурные правильно сливы а еще слаще чем культурные вот эти вот китайки будут ли если вы растите с косточек то что вы меня берете те же китайские сливы которые были взяты с Китая которые привиты то есть с это или не привиты китаях или с деревьев которые на Китае как росли нужно сверх сладким но наверное они не будут горькими кислыми я вот уверен но гарантию как говорил Стаб Бендер помните дает только госстрах так вот поэтому я еще расскажу да мошенники да два супер садовода это Качалкин и Туманов тоже в своих этих самых мит с мит И . . . .